Библейский портал экзегет.ру представляет 23 глава Евангелия от Луки, самая мрачная. Я читаю ее для библейского портала экзегет со своими небольшими комментариями. В конце 22-й Синедрион, то есть Верховный Совет Иудеев и Высший Суд для них, земной, естественно, Высший Суд, уже фактически приговорил Иисуса к смертной казни, хотя это напрямую не сказано, Лука очень кратко описывает этот суд, но он должен быть еще утвержден, этот приговор римской власти, что они и стремятся сделать. Все вместе они, члены Синедриона, поднялись и отвели Иисуса к Пилату. Там они стали его обвинять. Мы установили, что этот человек подстрекает наш народ, запрещает платить подать и Цезарю, а себя называют помазанным царем. Помазанным, то есть Христос по-гречески. Перед Пилатом они его обвиняют не в богохульстве, как сами решили, а в мятеже против Рима. Пилат спросил Иисуса, ты царь Иудеев? Ну, понятно, вот суть обвинения Пилат ловит очень четко. А если называть себя царем Иудеев, значит, он мятежник. Тут отвечал ему, это ты так говоришь. То есть, смотрите, он как будто отходит от прямого вопроса, но фактически это понимается как отрицательный ответ. В предыдущей главе похожие слова понимались как положительный ответ. Вы сами так говорите обо мне, отвечает он на вопрос о том, Христос ли он, Сын Божий. Но, очевидно, здесь многое показывает интонация, которую мы в письменном тексте не видим. Тогда Пилат сказал первосвященникам и всему народу, я не нахожу за этим человеком никакой вины. Ну, вот Пилат, он рассуждает чисто юридически, да, обвинение не доказано, все. Но те настаивали, он своими проповедями подбивает на бунт народ по всей Иудее, сначала в Галилее, а теперь здесь. Когда Пилат услышал о Галилее, он переспросил, так этот человек галилеянин. Дело в том, что Пилат, собственно говоря, контролировал не всю святую землю, а только Иудею, центральную ее часть. Поняв, что он из области подчиненный Ироду, Галилея была подчинена Ироду Антипе, сыну Ироды Великого, Пилат отправил Иисуса к Ироду, он в те дни был в Иерусалиме. То есть Пилат пытается всячески сбыть с рук этот неудобный случай, а Ирод, увидев Иисуса, очень обрадовался, ведь он много о нем слышал, уже давно хотел его повидать, надеясь, что он покажет ему какое-нибудь знамение. Вот потрясающий, конечно, текст, когда человек с радостью принимает Иисуса как развлечение. Это уже ведь бывает. Так что Ирод задал Иисусу множество вопросов, но тот ни на один не ответил. Они работают, не развлекают. А первосвященники и книжники стояли рядом, и на перебой его обвиняли. Тогда Ирод вместе со всеми воинами подверг Иисуса насмешком и унижением, одел его в нарядную одежду и отослал обратно к Пилату. Похоже, что нарядная одежда – это часть этих самых унижений. И с того дня Ирод и Пилат стали друзьями, а прежде между ними была вражда. Вот интересно, их помирила эта сложная ситуация. И мы видим условно три типа поведения. Открытая вражда, члена Синодриона. Безразличие. Пилат не хочет Иисуса казнить, но и ничего не делает, чтобы защитить. И вот такое эгоистическое любопытство со стороны Ирода. И они отлично друг с другом сочетаются. Пилат созвал первосвященников, правителей простой народа, и сказал им, вы привели ко мне этого человека и обвинили его в подстрекательстве народа. Я в вашем присутствии разобрал его дело и обнаружил, что он невиновен в том, чем вы его обвиняете. И даже Ирод отослал его к нам обратно. То есть от Ирода уж точно не ждут такого поведения. Итак, за ним нет никаких поступков, достойных смерти. Так что я его накажу и отпущу. Накажу, то есть имеется в виду бичевание. Получается, что бичевание просто так. Ну, Пилат, видимо, рассчитывает, что после этого бичевания, конечно, ну, и станет жалко Иисусу. Вот к нему есть какие-то претензии. Ну, вот он несчастный, избитый, еле живой. Но все-таки живой, да? То есть Пилат под видом правосудия на самом деле занимается полным произволом. А ведь Пилату надо было отпустить им кого-нибудь ради праздника. То есть на Пасху отпускали кого-то. Но все как один старик кричать, казни его, отпусти нам в Араву. А в Араву был посажен в тюрьму за то, что устроил в городе мятеж и совершил убийство. Ну, политический боец, лидер сопротивления. Конечно, у него есть сторонники. И вот Пилат снова во весь голос предложил им отпустить Иисуса. Но те лишь кричали, распни, распни его. В третий раз Пилат им сказал, что же дурного сделал этот человек. Я не нашел за ним никакой вины, достойной смерти. И так я накажу его и отпущу. Но те все громче и громче требовали распятия Иисуса. Они перекричали Пилат, и он решил согласиться с их требованием. Пилат, как они просили, отпустил человека, посаженного в тюрьму за мятеж и убийство. А Иисусу вынес желанный для них приговор. Зачем такое место в этой главе занимает Пилат, если от него все равно так мало зависит? Не он приговорил Иисуса. И его точки зрения потерпело поражение в этом столкновении. Фактически о нем можно лишь упомянуть. Да, и Пилат подтвердил приговор. Точка. Но мне кажется, это очень важный рассказ о том, как человек, даже способный принять, по своим полномочиям, по своему складу характера, по своему интеллекту, способный принять правильное решение, принимает неправильное. И знает, что оно неправильное. Потому что он находится под влиянием, потому что ему хочется сохранить отношения. Ему важно сохранить отношения с местной знатью и лидерами, вождями, потому что иначе как он будет управлять этим государством, этой территорией, лучше сказать. И вот он откровенно сначала его бичует просто для того, чтобы показать. Ну, вот я его наказал, хватит, наверное, а потом посылают на смерть. И когда его повели на казнь, взяли Симона и Скириана, положили ему на плечи крест и заставили его нести вслед за Иисусом. Очевидно, избитый Иисус был не в состоянии нести перекладину креста, на которую его распнут. А это обычно требовали от преступников. За ним шло множество народа. Женщины били себя в грудь и оплакивали его. Лука часто упоминает женщин, как и ангелы, кстати, больше других евангелистов. И вот среди мужчин никто не повел себя хотя бы минимально достойно в этой ситуации. А женщины – да. Иисус, обернувшись к ним, сказал, дочери Иерусалима, рыдайте не обо мне, рыдайте о себе самих и собственных детях. Приходят дни, когда скажут благо бесплодным женам, что детей не рожали и грудью не кормили. «Станут тогда говорить горам, падите на нас и холмам укройте нас». Это цитата из пророка Осии. «Если так поступают зеленеющим древом, что же будет засохшим?» Вот там, где есть сочувствие, там и с его стороны есть ответ. Он не отвечает Ироду, он Пилату отвечает очень кратко и так как-то односложно. А вот женщины, которые проявляют к нему свое чувство, они встречают его ответ. Вместе с ним на казнь повели еще двух преступников. Так они пришли на место под названием Лобный. Там распяли Иисуса вместе с двумя преступниками. Одного справа, другого слева от него. Лобный, то есть на арамейском языке голгофы. И это череп слово означает. «Иисус сказал, Отец, прости им, они не понимают, что творят. Они разделили его одежду по жребию». Тоже вот такое сопоставление. Иисус молится о прощении своих убийц. А они заняты материальным имуществом. Одежда казненного принадлежала тем, кто его казнил. А вот, ну как разделить их же, там несколько человек. Вот жребий бросают. Народ стоял вокруг и смотрел. «Правители издевались над ним и приговаривали, спасал. Других-то пусть теперь спасет себя, если он Христос, избранный Сын Божий». Сколько таких насмешек бывает, когда человек или люди, или особенно толпа, группа, хочет сказать, а он не лучше нас. Насмехались над ним, и воины подходили и протягивали ему кислое питье. Это обычно такое самое дешевое вино или уксус, смешанное с водой, со словами. «Если это царь Иудеев, спаси себя сам». Над ним была надпись «Это царь Иудеев». Вот смотрите, правителю они стремятся отменить его авторитет, чтобы не было конкуренции. Воины, видимо, просто забавляются. Один из преступников, который висели на соседних христах, поносил его. «Ты же Христос, так спаси себя и нас». А здесь вот такая злоба, ну, в общем, выплескивает ее просто на того, кто рядом. А другой пытался его унять и говорил, кстати, только Лука упоминает этого второго разбойника. Другой пытался его унять и говорил, «Бога ты не боишься, ты сам приговорен к тому же, но мы-то справедливо, мы получаем по заслугам». А он ничего дурного не сделал. Вот смотрите, часто говорят, у нас нет выбора. А был ли выбор у преступников, которые висели на крестах? Оказывается, был, причем решающий. Вот они висят, обнаженные, прибитые гвоздями, они не могут рукой, ногой пошевелить, они умрут очень скоро. Какой у них был выбор? Выбор хулить или молить. И этот выбор, решающий в их судьбе. Не говорите, пожалуйста, что у вас выбора нет. И добавил, «Иисус, вспомни обо мне, когда ты придешь, и настанет твое царство». Тот ответил, «Аминь, говорю тебе, сегодня будешь со мной в раю». Ну, почему вот в богословской традиции этот разбойник – первый житель рая, да? То есть вот его смерть – это прямая дорога в рай. Хотя, конечно, мы не знаем, как там все устроено, но, по крайней мере, человек, который был казнен, но ему еще предстояло какое-то время провисеть на этом кресте, что очень тяжело, да? Человек умирал мучительной смертью от обезвоживания, от удуши. Ему, чтобы вздохнуть, приходилось приподниматься на ногах, потому что руки вывернуты в неестественной позиции, а ноги пробиты. То есть это все действительно пытка, просто пытка, которая приводила к болевому шоку и, возможно, к инфаркту, но это в лучшем случае, потому что иначе человек просто задыхаясь умирал несколько дней медленно. «Было уже около полудня, как всю землю покрыла тьма и держалась три часа. Солнце померкло, завеса в храме разорвалась посредине, завеса, которая отделяла святых, а космическое такое явление солнца, которое стало тьмой, завеса, которая разодралась – это уже земное явление в святыне главной. А Иисус громко закричал – «Отец, в твои руки отдаю свой дух». А сотник, то есть командир отряда, увидев, что произошло, прославил Бога и сказал – действительно, этот человек был праведником. И смотрите, вот язычник, судя по всему, он же римский центурион, и то проникается каким-то, ну, хотя бы сознанием величия этого момента. Какие разные люди, какие разные реакции. Интересно, что Лука подчеркивает, что римляне все-таки вели себя получше. Пилат хотя бы непоследовательно, но попытался не утвердить приговор. Сотник, хотя командовал распятием, но подвел итог. Вот тоже переворачивание, да, вот когда вожди израильского народа оказываются, собственно говоря, главными, кто приводит к смерти мессию, да, а язычники хотя бы, ну, ну, не зверствуют в этом всем, хотя бы как-то по-другому потом это воспринимают. Результат, конечно, один и тот же. И когда вся толпа, собравшаяся на это посмотреть, увидела, что произошло, люди стали бить себя в грудь и разошлись. Объяние себя в грудь – это знак скорби и покаяния. То есть верхушка, она оказалась палачами, а простые люди, которые собрались посмотреть, ну, развлечений мало, да, казнь – это одно из них. В результате они какой-то жест покаяния проявляют, хотя не они в этом виновны. Ну, они кричали – распни его, да, так что тоже. Поодли стояли лишь те, кто близко знал Иисуса. Там были и женщины снова, которые следовали за Иисусом еще в Галилее. Они тоже смотрели на это. Вот отдельно упоминаются женщины, может быть, силу своей какой-то склонности сочувствовать отдельно. Был один человек по имени Иосиф, член Совета, но при этом добрый и честный. И какой же был Совет, что это так упоминается. Так что он не согласился с тем, что Совет задумал и сделал. Он происходил из аудейского города Аримафея и ожидал наступления Царства Божьего, ну, то есть прихода Мессии. И вот он пришел к Пилату и просил отдать ему тело Иисуса. Он, видимо, разочаровался, думал, что Иисус может быть Мессия, но нет, он убит, но хотя бы человеческое отношение. Он снял тело с креста, завернул в плащаницу, плащаница – кусок ткани, который использовался на похоронах, и положил в гробницы, высеченные в камни, в которые еще никто не был похоронен. Новая гробница, как и ослик, на котором никто еще не ездил. Да, вот для Мессии все самое-самое новое, нельзя давать ему секонд-хенд. «Это была пятница, день подготовки к субботе, а женщины, которые пришли вслед за Иисусом из Галилеи, видели эту гробницу и как туда положили его тело. Вернувшись домой, они приготовили благоводные мази и масла, то, чему мощали тело умершего, чтобы оно не подвергалось сразу распаду и гниению перед похоронами. Перед похоронами не успели, но хотя бы после, надеются. А в субботу пребывали в покое, как заповедано. В субботу день покоя, поэтому ничего они не делали. А как они узнали о воскресении, и, конечно же, это связано у Луки именно с женщинами, мы увидим в следующей 24 главе.